По возвращении домой из Яким, после примерно 10-12 дней в Газе, ты вдруг понимаешь, что на гражданке мы сливаемся с обычными людьми. Я говорю, вот ты только что был в Газе, вдруг я уже еду домой. И знаешь, вдруг случилась такая маленькая пробка. Столько людей, вау! Но суть не в этом. На нас никто не обращает внимания. Я говорю, что это? Здесь все люди свободны. Где красная дорожка? Нет красной дорожки. Смотрят на светофор? Да. Вы не знаете, где я сейчас был? Когда мы захватили Магат в Бейт-Ханун, клянусь, все это было после этого, я посмотрел и сказал, это задача для Шайетет. А, Шайетет, да, конечно. Для меня каждый трудный момент в Газе напоминал то ощущение, когда я сидел 7 октября дома, смотрел телевизор, просто хотел пойти и помочь чем смогу. И это то, что меня держало. Отсутствие телефона и связи здорово подействовало на нас. Это заставило нас быть сфокусированными на цели и сосредоточенными на том, почему мы в Газе. И почему каждый оставил дом, семью и детей. Здорово просто быть группой, говорить друг с другом. Никаких новостных лент. Это люди, прошедшие через самые экстремальные испытания, в каждом из которых тебя хотят убить. И это становится новой нормой. Ты, мне кажется, был ранен в среду. До этого мы захватили область, входим в курятник, и он мне кричит. Петух, петух! Чего он вдруг кричит мне петух? Спустя неделю после захода мы были в Орес. Мой отряд остался позади. Наша задача была безопасность. Нет телефонов. Ты полностью без связи. Твои друзья сейчас вступают в бой внутри Газа. Что ты делаешь? Как в 80-е. Ты берешь радиостанцию, собираешь всех вокруг стола и часами слушаешь. Вот так, как будто ты внутри, обнявшись, слушаем. Просто слушаем войну. Ты слышишь прогресс. Террорист устранен. Это как гол на чемпионате мира. Есть! На самом деле, двое очень религиозных в роте. Правда. Тамир постоянно организует миньяны. Он просто общается с раввинами. Иногда религиозный встречает светского. Эй, а ведь мы можем быть вместе, несмотря на то, что мы религиозный и светский. И там как будто этого нет. Ты не пытаешься призвать его к ответу. Он не пытается показать, что он прав. Ты связан на очень глубоком уровне. Религиозные, светские, поселенцы, тель-авивцы, родители, холостяки. Весь спектр, начиная с политической стороны и до социальной. Это ничто. Это никого не волнует на войне. Все объединены. Все вместе. Все смеются. Все работают. Он поднимает его на носилках, поднимает его раненым и помогает застегнуть жилет. Просто все вместе. И более ничего не важно. Это нечто удивительное, что каждый, приходя из других мест, другого мира, из другой культуры, и так объединиться в один большой кулак. Первое, что я сказал своим солдатам, когда они выходили из газа, не открывайте новости, сделайте себе добро. Не открывайте новостью. Это попросту делает вас подавленными, угнетенными. Выходим, и я вижу людей подавленных. И да, в новостях. Ой, да, как это печально. Вау, это было. Это тоже было. Почему теперь они так расстроены? Потому что мы уходим. Сейчас мы уже там. Не расстроены. Не нужно расстраиваться. Несмотря на то, что они пытались нас убить, мы вместе. И не расстраиваем сами себя. Здоровы? Здоровы. Слишком многие думают, что знают комментарии этого канала, того канала. Если мы хотим выиграть нашу собственную внутреннюю войну, мы должны на мгновение отключиться. Отключить это. Я оставил семью, своих детей, многое внутри себя. Каждый оставил свое. Если меня призовут еще 20 раз в ближайший год, я приду еще 20 раз. Я не знаю, что они видят в новостях. По правде, я не стараюсь смотреть новости. Я не знаю того, что они знают, что они слышат, что впитывают. Но это мы действуем в газе. Важно, чтобы об этом стали все. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok